Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. Программа приграничного сотрудничества. И директор Центра туризма и творческих индустрий Пскова Андрей Поляков. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, лето в разгаре и в Пскове открылся информационный центр, ставший составной частью проекта, который называется Центр туризма и творческих индустрий Пскова. Итак, теперь мы имеем информационный центр, выставочный зал, творческие мастерские. Ничего не забыла? Нет, нет, все правильно. Да, может быть, я начну и уточню то, что мы здесь встречались с вами месяца два назад, наверное, на радио. И, конечно же, это были еще наши планы открыть информационно-туристический центр в усадьбе Беклишова к туристическому сезону. Так вот, это свершилось. 4 июня действительно наши двери открылись. И состоялось небольшое, правда, из-за невозможности пригласить всех, кого мы могли, да, из-за ситуации эпидемиологической. Но, совершилось небольшое открытие в рамках проекта приграничного сотрудничества Россия-Латвия. Проект называется у нас «Наследие». Мы открыли нашу отреконструированную усадьбу Беклишова на Георгиевской, 4. И открыли в данном здании как раз-таки информационно-туристический центр, то есть фронт-офис для туристов и для жителей, которые могут прийти к нам и узнать всю необходимую информацию про Псков и его окрестов. Я, кстати, помню дом Беклишова, потому что в юности мне случалось бывать внутри. И я вам должна сказать, там жили люди, и там ужасные, по-моему, на мой взгляд, были условия. И, конечно, так приятно, что теперь украшением набережной стал вот этот дом. Да, действительно, это украшение нашей набережной, это развитие, я бы сказала, даже нашей набережной. Вики Великие. А дом действительно был, когда мы его взяли в проект, это был еще 2015 год. Там оставались две или три семьи, которые подходили под программу расселения. Администрация города Пскова предоставила им другие, более комфортные условия. И дом тогда, он действительно был, можно сказать, развалюхой на набережной, с протекающей крышей, уже с обрушающимся фасадом. Мы его взяли в проект, и в 2017 году начали проект по его реконструкции. И в 2019 году мы смогли уже начать сами работы. То есть сначала это, конечно, была длительная работа по включению и по привлечению действительно финансирования для того, чтобы его отреконструировать. Это объект культурного наследия. Это же дом губернатора, так называемый. Да, в свое время там проживало три губернатора, Сиверс, Бекляшов и Шаховский. Ну вот, инспирировались мы этими жителями, очень выдающимися. Хотя я должна сказать, что там действительно жило более 10 известных псковичей. Не буду открывать все тайны, потому что если вы придете к нам на Георгиевск... То все узнаете, да? Да, то все узнаете. Наши специалисты, да, и менеджеры турцентра, и специалисты моего комитета расскажут вам эту прекрасную историю. Помните, он даже снимался этот дом в фильме «Грузовые ворота». То есть история вокруг уникальна. Это объекты ЮНЕСКО, это другие усадьбы, отсюда открывается прекрасный вид на Мирожский монастырь, да, на церковь Климента. То есть сама вся вот эта обстановка, конечно, давала нам сил в эту нелегкую пятилетку для того, чтобы реализовать все поставленные планы. И теперь, конечно же, вы можете прийти и посмотреть, как усадьба эта выглядела до того, да, как... Да, кто не видел, они, называется, почувствуете разницу. Да, да. Андрей, а вы чувствуете вот это дыхание истории? Конечно. Присоединюсь еще по поводу бывшего состояния усадьбы. К нам уже приходили бывшие жители усадьбы. Да, вот, да, им-то интересно, конечно. Да, и были крайне удивлены текущим состоянием здания, ремонтом, коридорами, прекрасными видами из окна, поэтому изменения уже налицо. Что касается истории, конечно, чувствуется. У нас, во-первых, реконструкция была с условиями сохранения первозданного вида. Поэтому мы уже, когда приходим к нам в гости и сами приходим к нам в учреждения, уже прикасаемся к истории. Конечно. И я так понимаю, туристические автобусы теперь могут туда подъезжать. Там есть же площадка, да, для них? Площадка есть, заканчивается благоустройство, потребчики заканчивают работы, и, наверное, недели через три мы уже будем готовы принимать в том числе и автобусы. Вот Кристина упомянула программу приграничного сотрудничества. Насколько я знаю, в этой программе еще участвовали два латвийских города. Да, 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 я должна сказать, что у нас прекрасное партнерство, и этот проект называется у нас крупномасштабный проект программы приграничного сотрудничества России-Латвия на период 2014-2020. И партнерами нашими стали, идущий партнер у нас Даугавпилска, Родская дума, и наши партнеры восстанавливают на территории Даугавпилской крепости пороховые склады. Сейчас они еще находятся в процессе завершения своей реконструкции, это тоже прекрасный будет у них, конечно, объект, который дополнит их уже отреконструированные здания на территории Даугавпилской крепости. Следующий партнер – это Цисвайнская краевая дума. У наших коллег прекрасный замок 1870 года, каменный, очень красивый, и они сейчас тоже заканчивают там реконструкцию. И должна сказать, что вот в таком партнерстве крепость, замок и наша усадьба, мы сначала вроде как чувствовали себя такими маленькими, да, и бюджет у нас, конечно, значительно меньше. На самом деле мы стали первым объектом, который смог открыться в рамках нашего проекта. И нам настолько было приятно, когда партнеры прислали нам, несмотря на закрытые границы, свои презентации, подарки, поздравления от вэров городов, да, 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 именно нам. И тут я должна поблагодарить, конечно же, всех своих коллег, и властной комитет, да, и в администрации этим занималась, естественно, не только мой комитет, да, а все остальные коллеги. И, конечно же, латвийское конство, которое к открытию, да, смогло нам поспособствовать и передать эти замечательные подарки, видеоприветы, а также выставку. Это у нас была целый июнь выставка Сильвия Линарту, это латвийская художница, чьи картины хранятся сейчас в Даугавпилской крепости в выставочном зале Марка Ротфа, да. Это и небольшая выставка архитектуры латвийской, артного, то есть целый июнь гости города и туристы могли посмотреть вот кусочек Латвии в нашем доме. То есть все-таки в одно время я должна сказать, что в доме Виклишова тоже находилась и латвийская гимназия, да, то есть рядом с приходом. И гимназисты могли, и преподаватели этой гимназии жить в этом доме. История перекликается, правда, времена вот так вот пересекаются, очень интересно. И несмотря на то, что вот пандемия, да, и мы с партнерами не смогли провести наши замечательные обучающие туристические по продвижению мероприятия, да, мы все делали это онлайн, но вот в июне нас ждал такой сюрприз от наших коллег, за что мы им очень-очень сильно благодарны. И будем ждать, когда они закончат уже свои объекты, может быть, и мы сможем... Может, границы к тому времени уже откроют. Да, да, да. Будем надеяться. Андрей, большой штат в вашем распоряжении? Штат... Кто эти люди? Штат не очень большой, у нас пять человек. Это ярко водитель, заместитель, менеджер. Соответственно, готовы мы предоставить информацию для туристов, для гостей нашего города, ну и для жителей. Вот что касается выставки Сильвии Ленарте, то посещали нас очень много и местные жители, интересовались выставкой. Мы в связи с эпидемиологической обстановкой запускали группы определенные, чтобы, так сказать, разделять потоки. Вот, и люди записывались и ждали, когда можно будет посмотреть. Я так понимаю, мы сейчас начали разговор о работе выставочного зала вашего центра, да? В том числе, да, во-первых, да, я хочу обозначить, то есть мы работаем с понедельника по пятницу, с девяти до шести, двери открыты, любой человек к нам может зайти и получить информацию, необходимую для туристов, да, и гостей города, что посмотреть, где посмотреть, где, возможно, вкусно покушать, где можно остановиться. Мы сориентируем услугами, каких гидов можно воспользоваться и, соответственно, получить экскурсионную информацию. Вот, и также у нас работают выставочные залы в нашем здании. Это там два больших выставочных зала, где мы можем размещать картины, фотографии, ну, в принципе, любые, наверное, виды искусства. Вот, мы открыты к сотрудничеству. На данный момент у нас, ну, в ближайшие дни запланированы уже все. У нас с 1 июля сегодняшнего дня открывается выставка «Псков и Псковичи». Расскажите, что за выставка? Местный псковский художник Александров Александрович, соответственно, у нас размещает картины, и картины посвящены Псковскому краю. На самом деле, я уже, соответственно, ознакомился с материалами, так сказать, данной выставки. Выставка, по мне, потрясающая. Там и лица нашего города, известные архитекторы, поэтессы, виды нашего города. Ну, не будем рассказывать все, иначе на нашем... Да, большой спойлер был. Ну, я думаю, что это будет интересно и туристам, которые перед и Псковичам, конечно же, увидеть знакомые лица. Мне, как коренному Псковичу, было очень интересно ознакомиться с выставкой и познакомиться лично с художником. Он, соответственно, рассказывает о картинах, об истории, где их написал, чем вдохновлялся. Ну, естественно, и для туристов будет интересно посмотреть, потому что там не только Псков и остров. Не знаю, не хочу рассказывать, берегать далеко. Оставим интригу. Да, да. Послушайте, ну, два выставочных зала, это же прекрасно. Это же прекрасно. Помимо двух выставочных залов, да, у нас еще и конференц-зал. Ну, соответственно, мы там можем проводить встречи любого уровня, и мы оборудованы для проведения современных конференций. У нас есть аудиосистемы, проекторы, ну, соответственно, само помещение. Поэтому здесь тоже готовы, и двери наши открыты к сотрудничеству. А вот в СМИ еще проходила информация, что там будут располагаться творческие мастерские. Расскажите об этом. Кто там будет, какие ремесленники, псковские художники. Да, да. Дело в том, что в наш вот этот, теперь уже, скажем, дом Виколешова входят еще и ремесленные мастерские. Мы сейчас занимаемся их дооборудованием. То есть это предполагается, что это будет одна часть дома, в котором предприниматели в сфере ремесленничества, которые хотят продвигать наше псковское культурно-историческое наследие, создают сувениры своими руками. Они расположатся в этих небольших мастерских. Мы уже закупили гончарное оборудование, гончарных рук, муфельную печь. Есть специальное оборудование помещения для обжига. Мы купили ткацкий станок, основальную раму. И вот теперь мы занимаемся как раз-таки дооборудованием этих помещений. И одновременно, естественно, ведем работу по поиску потенциальных жителей, мастеров нашего дома, в котором можно будет всегда зайти, посмотреть, как они это делают. Потому что очень интересно и туристам, знаете, зайти, поучаствовать. Сам процесс, правда? Сам процесс, да. Прикоснуться. Прикоснуться, может быть, даже взять с собой что-то, да, псковское. Потом также мы планируем еще открыть и магазинчик там, да, по продаже. Сувениров? Сувениров, да, да, да. Конечно же, мы будем ориентироваться на тех, кто заинкубирован в этом доме, да, работает. Но сегодня вот как раз-таки мы с Андреем будем разговаривать с предпринимателями тоже, с ремесленниками. А кто еще хотел бы, да, представить свой местный гастро или не гастро, сувенир, да, в нашем туристическом центре. И завтра, например, у нас уже один будет мастер-класс, но он будет организован силами, силами работников. Сады у нас нашего учреждения. Да, 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 Юлия Скорнякова, она будет с ребятками создавать, расскажу вам, маленькую башню Покровскую, да, в виде брошки. Я видела, что они готовили уже. Ой, как интересно. Да, да, то есть на самом деле хочется, чтобы это был такой вот именно творческий дом, творческие индустрии. И вот как только все документально, юридически будет готово, да, для того, чтобы уже приглашать гостей, то мы планируем, что это будет и, может быть, даже в нетуристический сезон более привлекательно для наших жителей, да. Когда нет туристов, мы будем приглашать ребят, группы, классы. Мы надеемся, что ситуация будет способствовать этому. И там действительно, как Андрей говорит, и в конференц-зале можно использовать для творческих встреч, для лекций, да. Мы вот хотим поговорить с обществами, предлагаем историческим, да, обществам, либо археологическому обществу тоже приходить к нам, проводить свои лекции, да. И, может быть, что-то практическое с теоретическим должно в любом случае здесь случаться, и есть для этого все предпосылки. Если какую-то находку показать, рассказать, мне тоже так интересно. Сначала услышать, а потом увидеть, вот она. Потому что, конечно, в музее, ну, пусковичи, наверное, уже когда-то, если один раз сходили, я просто знаю менталитет, один раз сходила, уже дальше, если только гости приехали, да. А ведь это постоянно меняется, жизнь, она преподносит каждый раз разные сюрпризы из прошлого, приветы из прошлого. И, конечно, это очень интересно. Я обратила внимание, что вы рассчитываете на самые разные возрастные категории, да, от бабушек и дедушек, будем так условно говорить, которые ведут такой просветительский образ жизни, которым все интересно, до малышей, которые тоже туда могут прийти и даже что-то просто своими руками сделать, тоже брошку. Это замечательно. Ну, на самом деле, действительно, сейчас у нас и девиз такой, да, и мы в администрации задумались о том, что, понятно, уже давно хотим создавать условия не только для той перспективной молодежи, которую мы все-все хотим оставить, да, в нашем городе, чтобы она не отсекала. Но понятно, что, когда каждому жителю в городе комфортно, когда ему есть чем заняться, когда его эстетические, да, потребности удовлетворены, понятно, что вот это среднее поколение, да, или ближе к пенсионному возрасту, они действительно сейчас очень активные, да, и мы вот все-таки с пенсионным фондом хотим поработать, да, потому что у них великолепные мероприятия между собой. Активные. Они очень активные, на самом деле, и английский они изучают, и по всем памятникам проехали, потому что, вот, насколько я слышала, к Андрею приходили, да, многие и учителя, да, и уже на пенсии, говорят, а мы хотим экскурсии водить, да, то есть если вы, все-таки у вас есть какой-то интерес или желание, да, вы можете обратиться, ваш телефон оставить в турцентре. А есть контактный телефон, по которому они могут что-то спросить, если не поняли? Андрея оставите? Да, оставлю, конечно. Продиктуйте. 8-911-384-8444. Соответственно, по этому телефону можно звонить, уточнять информацию по работе туристического центра и по сотрудничеству. Что касается мастерских, на самом деле, я немножко еще тоже продолжу, что открытие мастерских, мы небольшие уже, там, шаги нам остались, завершение, так сказать, бюрократических процедур, и действительно, да, мы будем открыты для мастеров. И в целом, работа нашего центра, она не только туристическая информация для гостей, а в том числе и направлена и на жителей города, на интерактив. То есть, что касается работы мастерских, мы, наверное, дадим возможность и самим потрогать, пощупать, самим полепить, что-то сделать. Ну и, естественно, цель еще и рассказать о людях, которые у нас занимаются различными видами творчества, которые создают своими руками, можно сказать, произведения искусства, и этим живут. И которые сохраняют традиции, древние традиции мастеров, ремесленников псковских в том числе. Это замечательно. Потому что, когда приезжают люди из других регионов Псков, конечно же, они хотят посмотреть что-то местное, да, что-то вот аутентичное. И, конечно, Псков, наверное, давно ждал такого центра, который у нас теперь есть. И слава богу, а как вы будете сотрудничать с областным центром? Ну, на самом деле, мы уже сотрудничаем, спасибо большое коллегам, они уже поздравили нас с открытием, да, и мы их ждем в гости. Вот нужно практически договориться, да, о времени. Здорово, что есть и областной туристический центр, да, и городской туристический центр. Центров наверняка, да, для туристов с открытыми дверьми не может быть мало. Конечно же, в нашем центре можно узнать информацию не только о Пскове, да, а, естественно, о всех окрестностях. И здорово, что мы с коллегами, да, сможем, я думаю, что мы будем устраивать, может быть, какие-то совместные и обучения, и семинары, и тренинги. Они нас всегда зовут на всей презентации, да, и мы тоже будем рады их видеть. У нас абсолютно деловые, хорошие отношения с нашими коллегами. И здорово, что на Пушкино, да, есть такой центр, а теперь и на Георгиевской, именно на набережной. Нам нужно поработать над своей узнаваемостью. Сейчас мы начнем, да, продвигать, и больше людей должны узнать о нас. Многие сейчас пока проходят, да, еще мимо и так далее. Но действительно, как говорит Андрей, мы как раз-таки сейчас вот и взяли это время, открыли свои двери, нарабатываем опыт, слушаем людей, что они хотят, что мы могли бы сделать еще больше и лучше. И тут я должна сказать спасибо нашим волонтерам. Мы уже сотрудничаем с Псковским государством, университетом. У нас уже прошла практику Наташа, да, в июне. У нас сейчас студенты с ППГУ, из Ранхикса. То есть здорово, что мы уже работаем с молодежью, мы будем ждать и других волонтеров. К нам приходило и среднее профессиональное образование, колледж, и высшее профессиональное образование с знакомством, да, место для будущей работы наших будущих туристов, да, или, я не знаю, специалистов туристической сферы. И мы очень рады будем, если у нас будет постоянно практиканты, студенты и волонтеры, которым мы можем дать весь свой опыт, да, а они могут, как сказать, вступить в профессию, посмотреть, да, и научиться с практической точки зрения, как общаться, как давать информацию, да, что нужно туристу и так далее. Поэтому вот в этом плане мы тоже открыты и очень будем рады сотрудничеству со студентами и с молодежью. Вы очень правильно сказали, потому что как театр начинается с вешалки, так ощущение у туристов начинается, насколько приветливы хозяева, вот с этих эмоций, и поэтому очень важно, да, научиться работать именно с туристами, общаться с туристами, чтобы у них осталось самое приятное впечатление. Это прекрасно. Но ведь есть еще разработанные, насколько мне известно, новые маршруты, велосипедные, пешеходные, расскажите. Да, мы занимались параллельно, конечно же, и разработкой различных маршрутов, и теперь вот встречаемся уже и к нам в турцентр приходят предприниматели, которые бы хотели открыть велопрокат, прокат самокатов, да. То есть сейчас мы как раз-таки прорабатываем, каким образом это сделать безопасно, да, для наших жителей, потому что вы видите, ситуация такова, что самокаты стали очень сильно разгоняться, да. На набережной предусмотрено место, да, для этого, но нету, к сожалению, маркировки, поэтому мы параллельно занимаемся еще и тем, чтобы наш город был приветлив и очень безопасен для немоторизированного вида транспорта, и таким образом мы уже добились того, что сейчас Управление городского хозяйства запускает вот аукционно или вот конкурс на концепцию развития связанной велосипедии города Пскова, и я думаю, что вот в будущие 2-3 месяца мы будем непосредственно работать с подрядчиком, да, непосредственно обсуждать, где что нужно в городе сделать, либо доделать, да, либо, может быть, просто маркировать для того, чтобы все участники этого прекрасного, без выбросов, да, транспорта, самокаты, велосипеды и пешеходы правильно, да, между собой, уважали друг друга, да, не нажали ни в коем случае друг на друга, чтобы это было безопасно, а где нужно действительно достроить, где спальные районы нужно довезти, да, до центра, то есть такая работа очень активно ведется последние тоже 2 года в администрации города Пскова, и этому, я думаю, будет способствовать то, что наши экскурсии, да, то есть маршюрка есть, разработанная экскурсия есть, аудиоэкскурсия у нас тоже есть, да, необходимо вот доделать инфраструктуру, которые уже тогда дадут туристам возможность беспрепятственно наслаждаться и таким видом экскурсий в нашем городе, и, конечно же, вот Андрей говорил уже, благоустройство когда будет закончено, действительно, там будет велопарковочка у нас, да, и будем пакетировать предпринимателей, поставить шеринг на нашей территории. Правильно ли я поняла, что в работе над этим проектом вы учитывали все пожелания, все мнения псковичей и гостей города, которые они оставляли? Да, да, дело в том, что мы собирали множество, да, различных, вот, фокус-групп мы так называем, да, либо рабочую группу с жителями, мы просили их даже сделать проекты, высказать свои пожелания, мы рисовали, представляли это все. Конечно, для нас, как для администрации, было важно, а что им действительно нужно, да, потом мы встречались, конечно же, с представителями турбизнеса, и постоянно будем это делать, потому что, если город слышит своих жителей, да, тогда и жители получают то, что они хотят в городе. Представители турбизнеса уже с вами активно начали сотрудничать? Да, на самом деле, действительно, вот в городе сформировались, да, ассоциации, и мы со всеми представителями турбизнеса, ну, на самом деле, по работе комитета, да, информируем их, предлагаем их разместить им и свою туристическую продукцию у нас. Многие, многие откликнулись, многие, видимо, еще ищут свои брошюрки, да, и в процессе, и мы надеемся, что они в ближайшее время нам их привезут, но в этом плане у нас абсолютно деловые отношения, и мы будем ждать их к еще большему сотрудничеству. Да, мы сотрудничаем и с туристическими фирмами, и с предприятиями общественного питания, средствами, помещениями размещения, гостиницами. У нас есть информация, ну, в виде печатной продукции, мы эту информацию готовы предоставить нашим гостям. А уже первые отклики туристов вы получаете? Конечно. Расскажите. На самом деле, да, мы открылись совсем недавно, мы, наверное, такие младенцы, да? Стартапы, да. Стартапы, да. Да, но, во-первых, получили обратную связь, какая информация интересует в первую очередь туристов. Это карты города Пскова, хотя уже, да, 21 век, и у нас у каждого есть телефон, смартфон в кармане, но в любом случае туристы спрашивают карты. Ну, и все хотят пользоваться интернетом, приехав в другой регион. Ну, возможно, да, возможно, что-то себе и на память оставить, ну, и приятно посмотреть, где ты находишься, чтобы тебе подсказали, куда пойти, направо-налево, какую башню посмотреть. А потом многие карты эти даже на память себе ведь оставают, правда, как память о приятной поездке. Да, через много лет ты будешь вспоминать, что ты был в городе Псков. И захочется еще раз приехать, правда? Да. Вот, и что касается общественного питания, мы людей отправляли в наши такие, ну, дружественные нам кафе и рестораны, и получали обратную связь о том, что очень хорошо люди покушали, их хорошо обслужили, и спасибо, что вы нас туда отправили. А эти кафе и рестораны немножко связаны с псковской традиционной кухней? Конечно. Да? Ну, естественно, на самом деле... Сегодня гастротуризм тоже ведь очень хорошо развивается, на самом деле. Да, у нас гастротуризм очень хорошо развивается, и что касается центральной исторической части города, ну, наверное, вы обратили внимание, что многие владельцы ресторанов, они хотят соответствовать исторической какой-то составляющей нашего города, поэтому, да, такое тоже присутствие. Стараются, стараются, да. Андрей, а вот я хочу вас спросить, вы закончили наш политехнический институт, да? Да. По специальности туризм и гостеприимство. Чем вам интересна эта тема? Почему вы вот ее выбрали? Слушайте, ну, прям все мотивы, когда я выбирал профессию для себя, уже, наверное, сложно вспомнить, но в целом, естественно, трактическая индустрия, она очень интересна. Все люди, все хотят путешествовать для себя, открывать новые горизонты, новые какие-то миры и расширять свой кругозор. Поэтому, в первую очередь, этим я и руководствовался, а что касается работы в данной сфере, то у тебя будет возможность непосредственно по своим рабочим обязанностям посещать туристические маршруты, узнавать каждый день какую-то новую информацию о своем городе, о других городах, ну и странах. Надеюсь, все-таки у нас в ближайшее время... Да, очень хочется открытия границ. Да, открытия границ, по крайней мере, наших соседей западных. Мы, наверное, все псковичи уже соскучились по пересечению этих границ, двух пунктов, да, и нашему возвращению в Евросоюз, так сказать, ну, в виде гостей, естественно. А, кстати, вот когда вы создавали центр, вы изучали опыт других городов? Или вы начинали с нуля и изобретали свой велосипед, собственно, местный? Ну, что касается прям зачатков, наверное, Кристина об этом расскажет. Да, 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 расскажите, Кристина. На самом деле изучали, конечно же, опыт и потратили практически, да, можно сказать, последние два года, посещая лично, да, все туристические центры. Вот Андрей подключился активно к этой работе уже мая и июня. Мы уже с ним успели, да, посетить прекрасные места наших коллег по другому проекту. В Выборгском районе мы были, в городе Выборг и в Санкт-Петербург. Мы ездили, я была именно в Великом Новгороде, мы уже практически съездили, да, но еще не съездили в Смоленск. Услышали презентацию наших коллег из Смоленска, туристского центра. Андрея уже ждут в Рязани коллеги, да. И в конце июля мы хотели бы организовать онлайн-встречу, к сожалению, онлайн-встречу с нашими коллегами по этому проекту, да, по которому мы отреконструировали усадьбу, туристко-информационный центр города Цесвайна и туристко-информационный центр города Даугавпилса. Готовятся выйти с нами на прямую связь. Мы хотели бы сделать вот такую вот кооперацию с ними, пусть онлайн, но мы попросили наших коллег сделать небольшую видеопрезентацию, потому что у них турцентры находятся тоже в объектах, да, то есть Смоленский турцентр, я была там действительно в рамках проекта, да, и мы познакомимся в работе, он действительно находится в замке, да, и предоставляет определенную информацию, и можно погулять по замку. Даугавпилса – это старая водонапорная башня, которую они отреконструировали, и сейчас турцентр находится там, там замечательное место, вот они выйдут к нам, и мы хотим им тоже показать свой турцентр, но, конечно же, мы все это делаем для того, чтобы обучить своих сотрудников, да, и больше обменяться опытом. Я думаю, надо пригласить наших коллег из областного турцентра, может быть, им тоже будет интересно. То есть то, о чем вы говорите, мы как раз-таки этим и занимаемся. Лучше услышать и увидеть у своих коллег, которые на самом деле, огромное им спасибо, готовы поделиться с нами всем, и своими вставаниями на грабли, да, что надо делать, что не надо делать. Вот Красная Изба, молодцы, Великий Новгород провели для меня супер обучающую, да, экскурсию в свой турцентр. У них тоже в памятнике турцентр? Нет, у них нет? У них не в памятнике, Красная Изба находится в деревянном красивом здании рядом с их Кремлем. Они, конечно, рядом у Кремля, и сразу меня спросили, ну вы у Кремля? Я говорю, нет, мы не у Кремля. А вот это даже здорово, да, что мы не у Кремля. Да, на самом деле мы не расстраиваемся, что мы не у Кремля, да, у Кремля наверняка потом будет турцентр, конечно же, после реконструкции бывшего кинотеатра «Октябрь». Мы находимся, я им говорю, тоже в прекрасном месте, да. Еще в каком месте? Да, у нас одна туристка из Москвы, я помню, приехала, да, что-то вот разволновалась, хотела, чтобы тут же ей экскурсию провели, значит, она была, конечно, в омраке от такого красивого здания, и Людмила Осина, мне кажется, провела полчаса с ней на набережной, нашла ее велосипедиста, велосипед, экскурсовода, но стоя прямо вот около нашего здания, да, можно 40 минут рассказывать о его окрестностях и показывать, потому что действительно несколько объектов ЮНЕСКО видны сразу же от него, поэтому мы не сходим. Я там еще первая школа, бывшая мужская гимназия, основанная Екатериной. Да, на самом деле здорово. В 18 веке. У нас вокруг есть памятники, у нас вокруг есть и молодежь, это и спортивная площадка, тоже, опять же, вот мы установили тренажеры в рамках еще нашего одного проекта «Россия-Эстония», поэтому, на самом деле, место прекрасное, но я думаю, что должны быть люди, которые сделают это место еще более интересным и еще более прекрасным. Ну, будем надеяться, так и будет, да, Андрей? Да, что касается коллег, естественно, мы обмениваемся лучшим опытом, практиками, общаемся. Коллеги в сфере туристического бизнеса, ну, в большинстве всегда открыты к общению, добродушно и желают делиться информацией, которая у них есть. Что касается размещения нашего, ну, локации, да, действительно место, ну, очень удобное даже для туристов. Мы не возле Кремля, но мы недалеко от Кремля, и мы туристов своих отправляем, причем есть возможность прогуляться по красивой набережной. Конечно, конечно. И посмотреть, насладиться видами на нашу реку Великое, на Мирожский монастырь. У нас в целом центральная часть города на данный момент очень красивая, и есть что людям показать. То есть не то, что там не стыдно, а приятно поделиться тем, где мы живем, вот, и вечером людей, на самом деле, очень много ходит, молодежь, да, и люди более старшего поколения ходят и на тренажеры, и... Ну, как прекрасно. Да, наслаждаться объектами, вот, ЮНЕСКО, поэтому локация удобная. Знаете, мне кажется, да, мне кажется, что как раз, если идти от дома Бекляшова, да в какую-то, в любую сторону, к тому же Кремлю, получается, объемность города, правда? Представление о городе, вот он какой, живой организм, это прекрасно. Да. Кристина, пользуясь тем, что вы сегодня вот пришли к нам в студию, не могу не спросить о планах, о будущем, что нас еще ждет. Что касается, вы имеете в виду развитие города, да, но на самом деле я говорила, что мы как раз-таки занимаемся сейчас массой проектов, да, и национальные проекты, и международные проекты. Да, вы же вот совмещаете в себе и приграничное сотрудничество, и туризм, как раз. Ну, да, потому что получается, что все, что мы не делали со своими коллегами, понятно, что оно делает наш город привлекательнее. Если мы, допустим, в рамках одного проекта хотим повысить осведомленность о бережном отношении к окружающей среде, то, конечно же, мы хотим, чтобы эта окружающая среда была чистая, зеленая, красивая, да, вот мы реконструируем скверы, пытаемся сделать для горожан больше красивых пространств. И в рамках этого проектного периода мы даже запроектировали еще больше, да, это вот и центр города, сейчас делается реконструкция площади Ленина, рядом, да, рядом вокруг октября тоже появится новое уже городское реконструированное пространство. Напротив, это сквер у гномиков, жители все пишут, подкрасть гномики. Так вот, хочу пригласить. Любят гномиков, скверчи. Да, да, гномики остались и на новом проекте, спешу вас, да, обрадовать. Но вот эти старенькие гномики, которые не подкрашены, да, может быть, все-таки колледж искусств или какая-то художественная школа, вот приглашаем молодежь к сотрудничеству, может быть, кто-то хочет все-таки, да, разукрасить красиво их обратно в сказочные персонажи, обращайтесь в наш комитет по имуществу, либо в наш комитет, да, мы даже, может быть, какой-то учредим приз, да, среди молодежи, которые красиво разукрасят гномиков до начала реконструкции этой части. Что касается будущих туристических проектов, но в данный момент сейчас занимаемся как раз-таки со своими партнерами из Леонтьевского центра, из инициативы Green Mobility, стратегией устойчивого развития туризма. Дело в том, что развивая туризм, мы должны думать о том, что туристы не должны навредить нашему городу, да, то есть мы, конечно же, все их хотим, мы их всех ждем, паломники к нам приезжают, москвичи, Санкт-Петербург, мы ждем иностранных туристов. Но справимся ли мы, да, с этим потоком, как показывают другие города, и потом они даже, может, недовольны, да, допустим, даже южные города, они говорят, у нас нет воды, из-за вас уезжайте. Мы не хотим быть такими, да, хозяевами, которые сидят, говорят, приезжайте, да, потом, ой, вы наносите нам урон. Так вот, как раз-таки в эти полгода мы встречаемся с предпринимателями, с городскими структурами, с областными структурами для того, чтобы понять, а что мы действительно хотим от туристов, чтобы они наводнили нас, либо они правильно, да, может быть, приезжали к нам не на один, а на два или три дня, чтобы оставляли, значит, свои финансовые средства, да, для того, чтобы это мультипликативно уходило в бюджет города, но, чтобы это никак не наносило урон нашему культурно-историческому наследию, мы должны обратить внимание на охрану памятников, конечно же, на создание больше пешеходных дорожек, да, и таких маршрутов, я бы сказала, устойчивых, да, мы должны предлагать людям квесты, игры, пешеходные и велосипедные маршруты, потому что, чтобы все-таки транспорт немножечко, да, из центра города убрать, для того, чтобы не было вот этого шума, загазованности, а также это не влияло на и не разрушало наши памятники, да, ну, даже вот, говорят же, флеш от фотоаппарата, вспышка, да, она влияет на фрески, да, так вот, любой мусор, да, который наводняет, допустим, или неправильное отношение туриста к городу, то это тоже все окажет потом свое плохое влияние. Так вот, сейчас как раз-таки мы создаем эту стратегию, закладываем все наши великолепные пожелания, да, сколько бы мы хотели туристов, но как нам с этим справляться и какие меры должны быть предприняты. То есть, это важный такой, я считаю, да, документ для нас, чтобы понять, куда мы должны двигаться, а хотим мы двигаться устойчиво и очень уверенно. Поэтому, дай Бог, так и будет. Я желаю вам успехов, спасибо огромное за то, что вы нашли время и приехали утром в нашу студию. Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации Пскова Кристина Кобась и директор Центра туризма и творческих индустрий Пскова Андрей Поляков были сегодня с нами в эфире. Ну, а я, ведущая этого эфира Ирина Лукина, хочу сказать, мы будем рады всем гостям нашего города с надеждой на улучшение эпидемиологической ситуации. Всем хорошего дня, дорогие друзья. До свидания. Спасибо, приятного дня. Стартовая площадка